Пратихара Если вы еще и зададите какие-то наводящие вопросы, поверьте на слово, вы сможете реализовать определенные внутренние практики в этой жизни. Иначе говоря, возможно, вы сможете воскресить у себя в своей личности те наработки, которые из жизни в жизнь или поддерживаете, или нарабатываете. Потому что протихара — это основа практически всего. Всех достижений в йоге, которые вы можете в будущем в той или иной форме получить, как раз-таки протихара является фундаментом. Без нее вы, конечно, можете асаны великолепные делать, вы можете хорошо фотографироваться в этих асанах, но к сути йоги вы никогда не подойдете. Почему? Потому что протихара позволяет ограничить от его бессмысленных блужданий стороны в сторону. В действительности человек, когда живет, он физически может находиться в одном месте, а его мысли мечутся из стороны в сторону. И в этот момент, когда он думает, что он о чем-то думает, он просто не понимает, что в действительности им думают. То есть человека использует мысль, как проводника биологической массы в этой реальности. Вот попробуйте посмотреть именно с этой стороны, вы тогда поймете, насколько важно быть целеустремленным. А протихара, она как раз-таки позволяет достичь целеустремленности в достижении той или иной цели. Причем цель может быть как благая, так, к сожалению, и неблагая. Многие эгоисты в протихаре достигают больших величин. И если вы когда-либо видели таких харизматичных лидеров, которые, какой бы термин такой ласковый подобрать, чтобы никого не оскорбить, мягко передвигаются по головам. Знаете, есть такие типы личностей. Они, к сожалению, целеустремлены, но их целеустремленность может в конечном итоге весьма печально для них закончиться. И здесь, наверное, прежде чем мы подойдем и поговорим уже о протихаре как таковой, важно обговорить основы. Протихара как таковой является пятой ступенью йоги, и к ней бессмысленно подходить без первых ступеней. Яма-не-яма, вот тут нравственные принципы, это крайне важно. Если вы будете думать, что йога — это асаны, то пока вы еще даже не понимаете, о чем речь. К сожалению, в современном мире, да, так все перевернуто, что когда слышат слово йога, они думают, что это что-то на коврике. Расстилают коврики и выполняют какие-то асаны. В действительности для этого мира, немножко ненормального, в данный средств времени я имею в виду, какие-то концепции, они поменяли значение кардинально. И если вы когда-нибудь наблюдали за какими-то социальными процессами, вы знаете, что у человечества в современную эпоху эти процессы чаще всего вызывают какие-то странные тенденции, когда люди как стадо ведутся в каком-то неадекватном направлении. Так вот, йога в современном мире, с точки зрения асаны, я имею в виду, это такое же ненормальное направление, как футбол, хоккей, например. Вот представьте, там 25 тысяч человек сидит на трибунах и смотрит, как, по-моему, сколько там, 14 человек бегает, по-моему, да, или сколько? 22. Простите. Серьезно? Да. 21-11. С студиями еще больше получается. Ну, то есть представьте, 22 человека бегают, да, по полю, там, мячик гоняют, а большое количество тысяч человек на все это смотрят, хлопают ладоши, источают огромное количество жизненной энергии. В общем, суть в чем, это ненормально. По факту, если вы когда-либо почитаете книгу Патанджали, вот рекомендую, прочитайте Йога Сутры Патанджали, да, извините. Йога Сутры Патанджали – это определенный основополагающий кодекс, который говорит, что, друзья, постарайтесь двигаться постепенно и плавно. Если вы будете перегибать палку с чем-либо, то есть вероятность, у вас эти перегибы скажутся на многие аспекты вашей жизни. И, к сожалению, современная йога или хатха-йога, она ушла совсем не туда, куда нужно было бы идти. Это можно понять только в том случае, если когда-либо вы займетесь внутренними практиками. Вот тогда вы поймете, что в действительности, как такова йога, она состоит из тех пластов, которые непонятны внешнему зрителю. Вы о йоге сможете понять только в том случае, если посмотрите на нее изнутри. Короче, извините, что я так долго говорю. На самом деле, я хотел бы вам сказать по сути, понимая, что многие из вас многие термины даже и не слышали никогда, то суть сразу сказать не получится. Но первое – безопасность. Безопасность заключается в следующем. Если вы понимаете, что вы эгоистично двигаетесь по жизни, возможно, вам лучше к протихаре не подходить. Потому что с помощью протихары вы действительно сможете своему эгоизму дать силы в десятки раз больше, чем они у вас были. не за счет того, что протихары имеют какие-то чудесные чары, там какая-то мантра наделила суперсилой, и вы куда-то понеслись. Нет. В действительности протихара лишь устранит утечки энергии, которые вы генерируете постоянно. И за счет того, что вы устраните утечки энергии, у вас появятся большие резервы для того, чтобы реализовать какой-то прожект. Понятно? Более-менее. То есть самой чудодейственной силы протихаре нет. Но именно за счет того, что она собирает из внешнего к сути поближе, и эту суть потом человек может направлять на какие-то проекты, мы говорим об одном термине йоги, который говорит пример о следующем. Если в таком дословном переводе нужно устранить то, что ум выбрасывает вовне, во внешний мир. И протихара — это сворачивание то, что вы обычно привыкли лицезреть, но вовне. Более-менее понятно? Нет? Может быть, вы сказали, что у меня четыре ступени до нее? До ступени-то как таковые, они не имеют большого смысла. Асьминога видели когда-нибудь? Да. Вы видели, как он плавает? У него есть такие щупальцы, да? Вот есть голова и длинные такие щупальцы. Вот если сравнить с протихару, это осьминог, который сжался в комочек. Понятна суть? Потому что пока его щупальцы разброшены в разные стороны, он много энергии тратит на поддержание этих щупальцев в пространстве, вовне. А протихара дает задачу в основном — собрать эти щупальцы, как говорят в йоге, быть здесь и сейчас. И вот это сохраняет энергию. Все услышали? Вот скажите, пожалуйста, своими словами произнесите, что вы поняли из того, что я вам сейчас наговорил. То есть очень важная обратная связь, если вы высказать несколько мнений, иногда даже диаметрально противоположных. А как не разбрасываться энергии? То есть вы уловили эту мысль, что на самом деле, когда вы свои мысли отправляете куда-либо, к какому-либо объекту обдумывать, это вы думаете, что вы осмысливаете. На самом деле, вашу энергию отнимают на это обдумывание. А кто же отнимает? Удивительный вопрос. Вы знаете, если было так просто и понятно, на него бы давно уже ответили. Вопрос в следующем. Кто же отнимает эту энергию? Есть такая парадигма, что тот внешний мир, который мы наблюдаем, как реальность, это лишь только отражение зеркального того, что вы видите. Видите, в действительности мир намного более емче. И наш материальный мир, он вплетен, как в свитере определенный узор. Представьте, какой-то большой свитер или большой ковер, и там множество ниток переплетены между собой. Только издалека можно увидеть то, что этот узор, он соприкасается с другим узором. Там нитки переплетаются определенным образом. Но это видно только в том случае, если вы извне на это посмотрите. Когда вы интегрированы в этот свитер или в этот ковер, вы ничего этого не будете понимать. И придется, скорее всего, затронуть эту концепцию про так называемые лярвы, что есть такая концепция. Есть субстанции энергетические, которые в той или иной форме паразитируют на человека, который кормит эту субстанцию. О чем это говорит? Вернее, как это может быть более понятно или доступно? Представьте, пожалуйста, любого зависимого человека, неважно чем. Кто-то зависим чипсами, кто-то зависим сериалами, кто-то зависим алкоголем, кто-то зависим... Назовите ли, чем они еще? Кем? Шоколадки. Конфеты, да. Все вот эти факторы, которые я перечислил, их на самом деле может быть очень много. Это привычки так называемые. Они держат человека в определенной узде. И как только человек попытается уйти от своей шоколадки или от своей прелести куда-то в сторону, эта прелесть включает определенные механизмы давления на человека. То есть у человека становится внутри очень тяжело. И он понимает, что бы такое мне сделать, чтобы эту плюшку вернуть обратно. Вот слово прелесть, оно до некоторой степени даже ключевое. Был вопрос в следующем. Что? Кто поедает ту энергию? Я, к сожалению, аргументирую фильмом одним, который, возможно, для многих будет не аргументом совсем. Называется «Москва-2017». Фильм снят на ТНТ. Это телеканал такой в России есть. Точнее, не на теле... ТНТ сняло его. Фильм совершенно не пользовался никаким успехом. Его не показывали нигде, кроме, видимо, каких-то внутренних сетей. Но там попытались вот эту концепцию энергетических паразитов рассмотреть. Точнее, не энергетические паразиты, а эгрегоры. Есть такое понятие. Эгрегоры, которые питаются энергией того, кто испытывает какое-то чувство. Когда человек говорит «я испытываю радость», он не понимает, что им испытывают радость. Это фундаментальный закон, фундаментальный принцип йоги, который показывает именно с обратной стороны, как работает энергия. И многие люди, к сожалению, живут шиворот на выворот. Они думают, что реальность та, в которой они находятся. Но в действительности они видят лишь маленький спектр той реальности, которую всеобъемлюще этого человека будет использовать. Иногда в своих корыстных целях. Допускаете? Вот допустите, что такая странная версия существует. Если вам суждено в будущем заниматься внутренней практикой, вы прям будете чувствовать, как у вас энергия тратится на какие-то вещи. Вы это будете ощущать. Вы испытали какую-то радость, и вы некоторое время будете опустошены. Так, к сожалению, бывает. Какие-то еще вопросы есть? Ну, вы скажите. Еще раз. Потом расскажите, как определить это, и как не дать использовать себя. Как не дать использовать себя. Давайте пополним. У нас будет много лекций. На самом деле, нам сегодня на протихаре нужно рассказать, обрисовать саму проблему, чтобы была понятна ситуация. А то, как, мы уже в последующей не постепенно говорим. Не существует одного единственного инструмента как. Разные люди используют совершенно разные принципы. Кто-то себя закрывает. А если человек совсем зависимый, если я смотрю взрослые мужчинами, так смотрят пристально. Вспомните лихие 90-е годы. Вспомните, когда наркотики только хлынули в Россию. Что делали бедные родители со своими детьми? Вспомнили, нет? Что делали? Отвозили в специальные заведения, где детей наручником к батарее, потому что они не могли контролировать себя. Они таким вот образом пытались вывести, включить протихару через насильственные методы, к сожалению. Поэтому каждый использует что-то своё. Но если у человека есть какая-то зависимость, зависимость его будет голодать. И по своей воле она никогда его не оставит, пока человек жив ещё. Вот этот термин «лярбл», он поэтому и существует. То есть в таких определённых эзотерических кругах его используют. И без вот этой подноготной, к сожалению, мы не сможем понять, почему важно учиться контролировать себя, не растрачивать энергию. Но самую главную мысль, ещё раз повторюсь, которую я пытался до вас донести, все внешние объекты, куда вы пытаетесь выбрасывать ту или иную энергию, оно вас обесточивает. Да, я понимаю, что нельзя энергию копить только в себе, всё равно крышу будет срывать в той или иной форме. Если ты ограничишь себя от всего, тебе будет всё равно на определённом этапе тяжело и плохо. Поэтому важно использовать какие-то механизмы, куда вы можете вкладывать энергию, чтобы от этого вложения энергии, от этой инвестиции было благо как вам, так и окружающему миру. У йогов распространение знаний — это такое вложение. То есть вы берёте знания и что-то делаете. Или вы инвестируете свои усилия во что-либо. То есть занимаетесь так называемой благотворительностью. В йоге существует специальный термин «раджа-йога». Это йога-служение. Но нужно рассматривать йогу-служение не как в нашей дружественной, драгоценной Индии говорят, что это служение только Богу. Нет, это не совсем корректно. Раджа-йога — это не только служение Бога, а служение обществу, которое состоит из проявлений Бога. То есть люди — это и есть проявление Бога. Вот такой термин, по крайней мере, существует. Но ещё важно вот что обговорить. То, что я вам сейчас пытаюсь донести для среднестатистического человека, наверное, это совсем не актуально будет. Это актуально будет только в том случае, если вас настигнет врасплох какая-то концепция, которая заставит задуматься о том, что же происходит с вами на самом деле. Что это значит? У человека должна быть очень сильная мотивация заниматься внутренними практиками. По своей здоровой воле никто этим заниматься не будет. Обычный человек, он вовлечён, интегрирован в какие-то процессы, и он всю свою жизненную энергию оставляет там. При попытке куда-то уйти, окружение ему скажет, «Дорогой, ты что, в секту попал?» Только он выйдет из привычной картины мира, с точки зрения социума, его сразу же записывают в какую-то секту. Вам это знакомо? Даже если вы йогой начинаете заниматься, вам автоматически сразу ставят диагноз и говорят, «Ты что, как без дискотеки?» «Мы с тобой 5 лет ходили на дискотеку, как без этого-то теперь?» «В ресторан не идёшь? Ты что, пиво не пьёшь? Ты что, заболел?» Да, примерно так разговаривают с людьми, к сожалению. Но по факту, как только вы выходите из-под влияния кого-либо, сразу же автоматически включаются инструменты по уводу вас обратно в стойло, чтобы вы от своей кормушки никуда не отходили и продолжали дальше генерировать жизненную энергию. Какие-то вопросы на эту тему есть ещё? Тогда, друзья, вернёмся к самой сути. Яма-не-яма — это определённые предписания, которые позволяют человеку выработать внутренние аспекты стойкости по отношению к каким-то негативным событиям, которые могут у человека происходить. Нравственные за предписания и нравственные ограничения. Забейте в поиске, в любом поисковике «Яма-не-яма», там очень подробно, нечеловеческим языком будет написано, что это такое. К сожалению, то, как описывают в интернет чаще всего «Яма-не-яма», вам с первого раза будет непонятно. Поищите несколько объяснений, постарайтесь найти объяснение «Яма-не-ямы» своими словами практиков, которые пытаются популярно объяснить, что это такое. Но если так вот сформулировать по-простому, «Яма» — это предписание, что человеку не рекомендуется делать, куда не попадать. То есть куда себя не помещать, чтобы не было тебе потом печально больно за бесцельно прожитые годы. А «не-яма» — это, наоборот, предписание, что нужно в себе культивировать для того, чтобы ту освобождённую энергию, которую ты не тратишь, чтобы вложил во что-то позитивное. Только после этого, когда человек достиг уже определённой стабильности по своим нравственным понятиям, ему уже рекомендовали заниматься хатхой, хатха-йогой. Хатха-йога даёт две основные причины человеку собой заниматься. С одной стороны, гибкость тела, с другой стороны, раскрепощение суставов и мышц для того, чтобы вы могли долго и стабильно сидеть со скрещенными ногами. Если, допустим, я сейчас сижу со скрещенными ногами, и я их не ощущаю. Только потому, что прошли годы, когда я начал сидеть со скрещенными ногами. Но я совершенно точно помню, что вначале у меня коленочки, я даже не покажу. Хатха-йога, с одной стороны, это гибкость тела, с другой стороны, раскрепощение ваших суставов. В первую очередь, с чем вам предстоит работать в хатха-йоге, это ваши тазобедренные суставы. Когда вы живёте обычной жизнью, ходите ногами вниз долго, то ваши ноги, они, как в йоге называют, деревенеют. То есть они становятся негибкие. И тазобедренные суставы, они то же самое, закрепощаются. Закрепощают за счёт того, что ваш тазобедренный сустав со всех сторон оплетён сухожилиями. И чем больше мышцы двигают определённым образом, тем они менее эластичными становятся. Асанами позволяют мышцам постепенно растягиваться, как следствие, сухожилия становятся более эластичными. И как следствие, сустав может больше разгибаться, чем в сжатом состоянии. Вот почему колени постепенно раскрепощаются. Кроме того, укрепление мышц спины позволяет вам держать долго спину в нормальном состоянии. Если вы более-менее уже подготовили тело с помощью асан, вы переходите к пранаяму. Пранаяма даёт дополнительную жизненную энергию. По факту, к пранаяме тоже нужно относиться крайне аккуратно. Потому что если вы эгоист, пранаяма вам даст эту силу и даст им дополнительную энергию. Но, к сожалению, ваша нездоровая тенденция доминировать, она эту силу будет использовать во вред другим. Как следствие, вы накопите карму, которая потом же вас будет и в хвост и гриву, как говорят коневоды. И только потом начинается пратихара. Про тихара мы все уже помним, что это такое. Что это такое? Осьминог, который сжался в комок. Да. А для чего он сжался в комок? Чтобы она и не раскрачивать. Не только. На санскрите даже существовал специальный термин. Называется «индрии». Индрия — это вот та щупальца мысленная, которая отправляется твоим умом куда-либо для того, чтобы обладать каким-то объектом, осмыслить его. Вот это на самом деле упростило. В действительности «индриями» называют любые чувственные проявления, которые генерирует человек. То есть когда у него появилось страстное желание что-то совершить, это «индрия», которая пытается у него забрать жизненную энергию. Простейший пример. Представьте, что встречаются два любимых человека. Маша и Петя, например. И вот они сильно любят друг друга. И когда они обнимаются, они истощают те самые «индрии», которые тратят их жизненную энергию. Они, конечно, думают, что им легче от этого становится. С одной стороны, да, они по-своему правы. Когда человек привык систематически тратить энергию, как только он оказывается в ситуации, где он эту энергию не может тратить, у него возникает кризис. Почему кризис? Потому что здесь нужно уже рассматривать концепцию каналов. Каналов во внутреннем мире человека. Обычный человек живет следующим образом. У него во внутреннем мире идут каналы. Когда есть какая-то пристрастия, например, любит Машу, или Свету, или хоть кого, любое имя поставьте, то у него энергия поднимается до анахаты. Но мы же рассматриваем любовь такую, как это сказать? Духовную. Какую? Духовную, да. Она поднимается до анахаты и через анахаты выливается. Есть множество примеров других. Энергия поднимается только до судистана чакры и точно так же выливается. Но суть в том, что когда энергия регулярно выливается через определенную чакру, то все, что находится выше, как говорят, усыхает. То есть энергия под другим каналом уже подняться выше не может. И человек становится зависим от определенного допинга постоянно. И любое, как сказать, если он не будет регулярно любить свою Машу, или Маша не любит своего Петю любить регулярно, у них будет кризис. Им нужно что-то. В йоге для этого используют замещение. То есть пошел на коврик, позанимался нормально, все каналы твои пробило, и как будто ты полюбил своего близкого человека. Это реальность. То есть хатха-йога действительно может заменять определенные привычные тенденции, к которым вы тяготите. Это так. Вот по этой теме сложный. Есть ли какие-то вопросы, дополнения, комментарии? Одни вопросы. Давайте. Когда, знаете, если сказать одни вопросы, тут даже сложно с чего-то начать, потому что действительно есть устоявшаяся... Парадигма. Сетка парадигма, связи, куда мы эту энергию тратим. Есть на поверхности совершенно очевидные вещи, которые всем понятны, что здесь тратить энергию не нужно. Это просто там откровенный слив. Но есть вещи, которые там и составляют нашу социальную оболочку, и делают нас тем человеком, которым мы являемся. Совершенно верно. Вы заметили, так и есть. Есть определенная человеческая парадигма, которая подразумевает, если человек в нее инсталирован, он является частью человеческого общества. Когда он из нее в той или иной форме уходит, и ему нехорошо, и ломаются там какие-то общепринятые тенденции. Правильно я переформулировал ваш вопрос? Да, конечно. То есть если мы отказываемся от этих источников, точнее, каналов слива, но которые и создают нашу социальность, то, наверное, вот, по крайней мере, я это для себя переформулирую, как построить их в том порядке, чтобы все-таки оставлять себя в нужном социальном слое, в нужной социальной вовлеченности, но убирать... Лишнее. Убирать лишнее, убирать совершенно откровенные, там, дренажи. Давайте отвечу с другой стороны. Ну, потому что мы можем совсем так, как осьминог, свернуться, завернуться в себя и только копить энергию. А не получится. Потому что до тех пор, пока у вас не будет каких-то новых объектов, куда вы эту энергию все равно будете вкладывать, она вам не даст спокойно жить. Поэтому и говорится о замещении. То есть, если вы от чего-то освобождаетесь, чем-то нужно обязательно будет замещать. Но давайте я попробую ответить на ваш вопрос. Как в классике, если мы отшагнем, так на некоторое количество столетий назад, как йогу вообще использовали? Вот эти азы, которые я вам рассказываю, это были азы для подростков или для юношей, или девушек. Для девушек меньшей степени, в основном, этому обучали юношей в ведической культуре так называемой. То, когда у человека нет больших проблем еще с зависимостями, они очень хорошо это понимают, и они вырабатывают определенные базисные принципы, которые потом в будущем в жизни им помогут. Они будут, по крайней мере, осознанно понимать, куда им предлагают слить ту или иную энергию. А сейчас с вашей позиции вопрос, он уже обратный. Вы понимаете интеграцию и как эта интеграция влияет на человека, то действительно взрослому, состоявшемуся человеку довольно сложно это к себе применить. Но мы же разговариваем-то на этой лекции о протихаре. И получается, что до тех пор, пока человек интегрирован в те процессы, в которых вы находитесь, о протихаре пока разговаривать не придется. Потому что получается, все, что вы будете пытаться собрать осьминог в себя, парадигма будет протестовать против этого. Так ведь? Как? Можно и так сказать. Но нет худа без добра. Осознание проблемы — это на 50% решение проблемы. Если вы понимаете, что есть какие-то сливы, которые приносят вам много проблем, а есть сливы, которые могут еще кому-то и помочь, то тогда вы оставляете то, что хотя бы не будет разрушать вам, но помогать кому-то, но устраняете то, что очевидно разрушает. И главное — начать постепенно. Но в абсолютном смысле, представьте, что вы начинаете задумываться про протихаре, когда вам уже 70 лет, или там, допустим, 80 лет, вы уже пожилой человек. Для подавляющего большинства бизнесменов в древности, конечно, их не бизнесменами называли, их называли вайшу. То есть люди, которые сильно интегрированы в социальные процессы, и они занимаются, например, бизнесом по-современному, то им рекомендовалось, вы занимаетесь всю свою жизнь бизнесом, не кормуя, то есть не накапливая большого количества кармы. То есть старайтесь придерживаться не просто законов той или иной страны, в которой вы находитесь, а еще и определенных внутренних предписаний, чтобы не накапливать карму. Но когда вы станете уже зрелым, когда ваши дети выросли, и когда вы можете свой бизнес создать кому-то, тогда уже нужно интенсивно заниматься внутренними процессами. И пожилой человек, он всегда может позволить себе абстрагироваться от каких-то привычных концепций для того, чтобы лучше хотя бы понять самого себя. Я более-менее ответил на ваши вопросы? Ну, надеюсь, хотя бы чуть-чуть. Очень сильная проблема. И действительно, очень хорошо вас понимаю. Для социальных людей о протихаре разговаривать вообще нереально практически. Но к этому в зрелом возрасте лучше подходить, пока еще не поздно. Потому что основная проблема какая? И почему о протихаре начинают бизнесмены разговаривать? А потому что они прекрасно понимают. Вот еще там десяток-другой лет, и мне придется уходить от этого мира. Вне зависимости от медицины, вне зависимости от того, сколько вы там себе сердец поменяете, или там почек, сколько вы не улучшаете свое физическое тело, вам все равно придется покинуть. И вот когда вы покинете свое тело, здесь начнется самое интересное. Чем больше этих вот щупальц у вас будет разброс на момент смерти, тем жестче вы перевоплотитесь. И именно это основной мотивацией является, почему люди начинают приклавить усилия и отрубать все для того, чтобы нормально перевоплотиться. Я сейчас попробую вам рассказать одну из мотиваций, которая, возможно, заставит вас, наконец, прикладывать усилия к йоге. Вот эта классическая фраза момента моря, все перевоз знают, нет? Да. Помни о смерти. Помни о смерти, да. Она, к сожалению, актуальна для всех. Это мы рассматриваем ситуацию, когда человек уже пожилой, прожил много лет, и он готовится к переходу. В действительности наша современная жизнь такова, что вы можете умереть в любой момент. То есть может случиться все, что угодно, что вам придется оставить это тело. И вот эти вот интрии, которые в вас будут присутствовать, они обусловят ваше перевоплощение. Я понимаю, что я много терминов говорю, которые для многих, особенно зрителей, будут вообще даже какими-то странными. Какие-то там, ну вот, как ущупальцы у меня раскинули, как это повлияет на перевоплощение. Я сейчас объясню, как это повлияет. Помните, мы рассматривали ситуацию Петю и Маши, у которых на второй чакре там такие индрища лежат, да. Они настолько переплетены. И выше второй чакры у них нет ничего. У них уровень развития только до второй чакры. Если вот с этими субъектами, которые мы рассматриваем, что-то случится смерть, они перевоподятся через ту чакру, где у них максимально толстые индрии находятся. Каждая чакра привязана к определенному миру. Я понимаю, что я сейчас буду говорить для вас сухую теорию, которая с вашей точки зрения не подкреплена никакой аргументации. Но в действительности, если вы почитаете литературу специфическую, на самом деле мало, но можете найти даже на русском языке. Но в действительности лучший вариант — это внутренние практики. А внутренние практики или мудрецы говорят следующее, что каждая чакра является воротами в новый мир. И каждая чакра обуславливается миром. Если у человека… Я вам сейчас по всем чакрам пройдусь и все расскажу, не переживайте. Привязанность к гневу. Есть люди злые. Есть люди, которые злятся, и они от этого чувствуют кайф. Вы знаете, что существует под категорией людей, которые получают удовольствие, причиняя страдания другим? Слышали о таком? Есть это, как… Их можно назвать больными. А проблема какая? Это молотхара чакра. То есть люди действительно испытывали какие-то качества на уровне молотхара чакры. Если такой человек умирает, он переоплощается в один из самых низких миров, к сожалению. Но тем не менее, если у человека вторая чакра самая активная, он переоплотится в мир животных. Первый мир, о котором я вам говорил, это мир А, так называемый. То есть мир, куда переоплощаются и где полная жесть. Самые худшие миры, в принципе, которые есть. Второй мир чуть-чуть лучше. Это мир животных. Мир животных подразумевает, что ты получаешь тело с хвостом чаще всего, где у тебя будет много, масса с одной стороны удовольствий и масса страданий одновременно. Посмотреть на мир животных, как он есть, поверьте, это впечатляет. Это очень жестко. То есть очень жесткий мир. И самая большая проблема, как говорят мудрецы, попав в мир животных, оттуда крайне сложно вырваться. То есть у животного нет инструментария выйти на следующий уровень. Просто нет. Они живут в определенной парадигме, удовлетворяя только какие-то примитивные потребности. И невозможно. Нет, возможно. Объяснение следующее. Из животных можно перевоплотиться только в том случае, если какое-то бодхисатва, наверное, это не совсем понятно, если какое-то божество с невероятно сильной энергией примет форму какого-то хищника, перевоплотиться в это тело хищника, будет поедать других животных, и в процессе поедания он будет им помогать перевоплощаться. Это единственная форма, когда животное может перевоплотиться. Все остальное, оно, к сожалению, не будет работать. Следующий уровень, манипура чакра, это так называемый мир претов. Преты — это существа, которые имеют специфические тела, страдающие от недостатка еды. То есть у них основная тема — он хочет есть, но у него нет возможности еды. И претут перевоплощаются с большой жадностью. Чаще всего люди, которые в прошлой жизни, в прошлых жизнях имели большие активы, но жадничали. То есть они свои активы, все под себя, под себя, под себя. Или же они свои активы оставили наследникам, которые оказались, как чаще всего и бывает, недалекими людьми. И эти наследники, их состояние просто слили. или их там развели, неважно. Но в конечном итоге те титанические активы, которые... Титанические, с другой стороны. У меня просто один человек, знакомый с активами, он очень характерную фразу однажды сказал по поводу своих активов. Потом и кровью. Причем по поводу крови он такой, знаете, акцент большой сделал, что те, кто действительно выжили в 90-х годах и сохранили свои активы, они не могли пройти чистыми барашками, которые там на лужку паслись, травку стригли, продавали, получали там какие-то активы. Это просто невозможно. К сожалению. Поэтому чаще всего люди, которые обладают активами, они вынуждены были кормовать только для того, чтобы защититься даже в той или иной форме. К сожалению. Такие времена были. Манипура чакра. Тяжелая чакра. Мир претов очень тяжелый. Попадать туда не рекомендуется. И, наконец, мы дошли до нашей любимой анахата чакры. Сердечная чакра. Мир людей. Те, кто перевоплощаются в мире людей, они перевоплощаются через эту чакру. Перевоплощаются сюда очень хорошо считаются, потому что здесь есть возможность видеть одновременно и наслаждение, и страдание. Есть миры, где вот всё, что ниже я вам рассказывал, там больше страданий, чем наслаждений. Поэтому дыша не может позволить себе перевопотиться или прикладывать усилия к своему развитию. Выше миры есть, где больше радости и наслаждений. Там тоже невозможно заниматься саморазвитием, к сожалению. Поэтому считается, что человеческий мир, он такой довольно хороший и счастье сюда перевоплотится. То есть здесь, если вы можете встретиться с какой-то системой саморазвития, вы довольно комфортно потом сможете прожить и довольно адекватно перевоплотиться. Путы или индрии, анахата чакры — это привязанности, причём такие добрые человеческие привязанности. Вы любите любоваться природой, вы любите какие-то общечеловеческие ценности, у вас течёт скупая слеза, когда вы видите страдания какого-то человека. Это то, что говорит о человеке, что он человек, человечность. То есть эти привязанности, они могут помочь вам перевоплотиться в человеческий мир. Но то же самое, конечно же, важно обговорить, что если вы, перевоплотившись в человеческий мир, не встретитесь с какой-то системой саморазвития, которая позволит вам вспомнить о Пратихаре и о том, что индрии нужно собирать перед своей смертью и концентрировать энергию для более лучшего перевоплощения, вы потом попадёте. То есть ни в одной конкретной жизни, то есть человеческая жизнь, отдельно взятая, где вы занимаетесь саморазвитием, это хорошо. Но если рассмотреть какую-то конкретную человеческую жизнь, где только индрии, эти индрии постепенно сольют человека в более низкий мир. Постепенно, постепенно это будет происходить, и человек, к сожалению, из жизни, в жизни он перевоплотится некорректным образом. К сожалению, это так. Вот по этой острой проблематичной части, о которой рассказал, какие-то вопросы, дополнение комментарий, есть? Что, Саша, у вас? Да, я хотела такую вопрос задать. Есть же много примеров, когда люди получают, вроде человеческое тело, живёт совершенно не на человеческом уровне, да? Есть, например, кто-то с очень большим тапасом, активами, но есть живопложности. Да. Есть кто-то, кто живёт буквально в аду. То есть получить человеческое тело, это ещё не в полном смысле значит человеческие методики? Правильно? Какие параллельные реалисты какие-то? Вот смотрите, давайте рассмотрим какую-нибудь там страну Замбию, например. Там, ну, часто так бывает, там какой-то диктатор, например, существует, там в медалях весь, там, в общем, да? Но население прозябает практически, а у самого диктатора всё очень хорошо. То с точки зрения населения, он, конечно же, божество, этот зомбабвийский, там, какой-нибудь лидерный, не знаю, может, давайте там про Марс лучше поговорим, а то действительно в Зимбабве там окажется какой-то лидер, который, в общем, лидер, да? Вот представьте, на Марсе какая-то отдельно взятая планета, и там, соответственно, какой-то тиран с точки зрения демократического общества, а у тирана всё хорошо. Но по факту, с точки зрения общей массы, он действительно как божество. Он принимает решения, и его рабы должны выполнять, например. Причём, да, там может быть всё создаст, он создаст там какую-то видимость легитимности. Он скажет, это же не я создаю, это вот ваши депутаты, да, мы выбрали депутаты, депутаты принимают решения. Правильно? Ну, так же обычно и делается. Депутаты приняли, парламент утвердил, население, как бы там, платит больше налогов или ещё что-нибудь, и всё хорошо. Но суть примера такая, что люди, имея человеческие тела, могут занимать совершенно разные позиции. Совершенно. И часто те, которые обладают большой властью, они обладают не просто так. Не только потому, что они там где-то отхватили, и там, вот он оказался такой хитёр, что всех обхитрил, и теперь он диктатор, например. Нет. У него тапаса было столько, что он смог всех обхитрить. Давайте выше пойдём как раз на вишудху. Те люди, которые достигают большой власти в мире, они вишудочники. Такой термин существует. Вишудочники — это те люди, которые живут на пятой чакре уже, на вишудхе. Они бесчеловечны, то есть у них атрофировались какие-то человеческие качества, поэтому они могут использовать методики, которые, ну, другие постеснялись бы использовать. Люди, которые принимали решение это всё делать, они совершенно циничны и бесчеловечны. Им человеческие жертвы вообще никакого значения не имеют. Они циники, то есть они сидят на вишудхе. Вот это, чтобы вы понимали, люди, которые используют механизмы, на самом деле, про многие страны можно говорить примеры то же самое. Если рассматривать Россию, поверьте на слово, в России тоже можно найти много событий, которые таких странных происходили. В йоге вишудочники, они тоже циничными становятся на некоторой степени, но они хотя бы не вредят другим. Худшее, что может с вишудочником случиться, это конкуренция, когда вишудочник идёт по головам других, когда он ради своего стиля готова пускать других, например. Это проявление вишудхи. То есть он думает, что это борьба во благо, а не думают, что что-то есть хорошее, а что-то есть плохое. А в какой мир тогда циники превопрошаются? Вишудочники если не сильно успели накормовать, то они превопрошаются в такой же мир, где цинизм, но проблема… Это мир асуров так называемый, то есть есть специфичное название мир асуров, но только проблема в том, что потом превопрошаться из мира асуров им придётся в мир животных. Даже есть определённая корреляция, в какой мир ты попал и куда потом перевопатишься. Если у каждой чакры есть такие отрицательные качества, каждая чакра должна иметь какую-то положительную… Да, вот смотрите, давайте тех же вишудочников, они должны быть целеустремлены. По факту качество вишудки это лучшее качество, это самопожертвование. То есть, когда человек готов пожертвовать чем-то ради общества. Ну, вспомните, это классические советские офицеры, да, там, чьи… А ещё лучше, если вы вспомните российских офицеров, которые в царской армии были. Ну, понятно о чём? Когда люди ради чести, там, как говорят, стрелялись, да? Ну, и сами понимаете, к чему это всё деградировало. Человек, который готов идти на самопожертвование, это считается очень хорошее переопощение, потому что он действительно отринул всё ради какой-то светлой цели. Такие 100% и сейчас есть. Вот те же самые новости, там, офицеры сейчас там погибают якобы за тому, чтобы страна процветала, например, да? Я почему улыбаюсь? Потому что это единицы, к сожалению. К моему большому сожалению. Да. А если не хочешь быть на сердечной чакре и хочешь двигаться дальше, обязательно нужно пройти через и стать либо цинником, либо тем, кто будет всё время заниматься самопожертвованием? Технически это можно преодолеть с помощью йоги. То есть не вовлекаясь в индрии, то есть мы же о чём говорим? Что находясь в той или иной чакре, вы выплёскиваете какие-то чувства, которые и ведут к более драматическим событиям? Я хотел ещё приберу, принести, не буду, к сожалению. Суть в чём? Вы можете пройти с помощью йоги вишутха чакру без вовлечения в эти страсти, которые ведут к борьбе, к преодолению прав других людей. Понимаете примерно? Это возможно. Если будете заниматься, вы просто пробьёте энергетически. Повторю Ваш вопрос. Стоит ли дойти до какого-то предела в алкоголе, в курении или ещё в чём-то, чтобы потом действительно остановиться? Да? В принципе, это, конечно. Скорее, чтобы понять это самому, нежели чем то, что тебя сказали. Идти от ума, насколько правильно идти от ума и на самом деле всё же идти от внутреннего сознания по накопленному даже негативному. Я тебе я понял, я отвечу. Будда в своё время привёл такую аллегорию. Он говорил, есть лошади четырёх типов и люди, они делятся примерно эти же четыре типа лошадей. Ну, метафора, естественно. Пример следующий. Нужно вспахать поле для того, чтобы собрать зерно и для того, чтобы потом зимой в холодное время у тебя было что есть буквально. Первый тип лошади. Подошёл как это управляющий лошадью? Пахарь. Пахарь подошёл, лошадь говорит, а конь умный. Он говорит, слушай, скоро зима, пойдём с Пашем, с Мелем, у нас будет чем жить. Лошадь кивнула, поняла, они пошли, вспахали, всё поняли. Потому что лошадь помнила, будут большие сложности. Вторая лошадь. Подошёл пахарь, говорит, слушай, зима, лошадь говорит, да, да, ну играться нужно, зелёный лужок, давай поиграюсь, а потом попашем. Пахарь говорит, нет, слушай, лужок подождёт, это нужно сделать, потом всё остальное. Она говорит, нет, нет, хочу на лужок. Он показал ей кнут, она вспомнила, что такое кнут, и пошла, вспахала, всё нормально. Третий тип лошади. То же самое сказали, она говорит, лужок, показали кнут, она говорит, всё равно лужок. Тогда её несколько раз стегнули, она пошла и пашет. Четвёртый тип лошадей, которые пашут и бьют, бьют и пашут. То есть она настолько неконтролируема, что пока её не бить, она ничего не будет делать. Люди относятся к разным категориям. На ваш вопрос нельзя ответить. Правильно делать так. Если вы относитесь к этой категории людей, что вам нужно, так сказать, на нижнюю часть спины получить определённое тонкое переживание, для того, чтобы это переживание вас стимулировало дальше в развитии, то, наверное, так вам и придётся жить. То есть вы будете там, кто-то курить будет. Ну вот я видел, ну ладно, не столь важно. Просто, если у вас есть, накопить какой-то опыт на примере других, лучше это сделать так, не вовлекаясь во что-то. Посмотрите, там, какой-нибудь фильм, где там показывают в разрезе лёгкие курильщика или головной мозг алкоголика, например, да? Конечно же, каждый алкоголик думает, что вот он будет немножко совсем, и мимо него это всё пройдёт. Но, в общем, если есть возможность не вовлекаться в какие-то индрии жёсткие и через себя не пропускать, лучше не вовлекаться и не пропускать. Существует даже троичный критерий. Вот у вас есть какое-то мнение, как принять решение? Найдите в книге подтверждение, только книга, чтобы была не написана авторами там прошедших десятилетий, а хотя бы книга, которая написана хотя бы несколько столетий тому назад. Вы не найдёте ни одну книгу, где будет говориться, что индрии или страсти пропускают через себя, вы получите нормальный результат. Не получите вы его. То есть, вас будут использовать, пока от вас оболочка одна не останется, скорее всего. Да? Извиняюсь, тут потекающий вопрос, что изводит в тупик лично меня. Насколько ты не нарушаешь то же самое Ахимсу и те йоги, допустим, я знаю, уже точно несколько, там, человека три, которые склонны, то есть, он хочет там, но не позволяет себе. То есть, это ждёт насилие на собой, а Ахимс как раз-таки говорит о ненасилии. Смотри, насилие и не насилие. Очень яркий пример. Я вырос в начале 90-х годов, но вернее, как, у меня самостоятельная жизнь началась в начале 90-х годов. В России тогда, ну, с питанием было плохо. И тем не менее, я помню, шоколад, который производился по советским ГОСТам, и тот шоколад, который начали привозить корпорации в Россию, уже там, Несли, и вся эта вот, друзья, назовём их таким ласковым словом. Я помню очень хорошо, и я тогда на метро, метро Полянка, там стоял ларёк, где продавали шоколадки. И я думаю, нужно купить и попробовать. Вот пример такой же. То есть я не мог понять, почему люди так вот зависимы от шоколада. Я съел две шоколадки, я просто офигел от тех улучшителей вкуса, ароматизаторов, и всё, что-то добавляю для того, чтобы ты потом пришёл, как зомби, и купил вторую шоколадку. Поэтому твоя свобода выбора закончилась тогда, когда начали использовать интенсивно в питании или в чём-то, улучшители вкуса. Или ребята, которые сейчас покупают духи, которые первый раз запах я почувствовал в 1994 году. По Петровке я шёл, и мимо меня прошла женщина. Я понимал, что это аромат духов. Но к тому моменту я уже накопил опыт по чакрам, и я знал, как пахнет каждая чакра. Потому что человек, который сидит в той или иной чакре, он начинает специфично пахнуть. И это не перепутаешь. Потому что если вы… У меня просто такой период был, что я боролся со своим манипуро-чакрой. Я любил много есть. Да, вы не поверите мне, это факт. У меня эта борьба продолжалась года полтора. И я лечился с помощью крий. То есть я ел, но делал крии. Ладно, не буду в вас подробностей. Короче, у меня несколько месяцев была шонка прохшалана через день. Но кто в курсе, понимает, о чем речь. И все бактерии были просто вымыты. Причем в последние уже недели это, например, происходило… Ладно, не буду рассказывать, как это происходило. Организм все сам понимал. Когда я бы готовил еду, он уже понимал, что его предстоит отдать жить. Но тем не менее. Благодаря всему этому экстриму, который я с собой делал, у меня нюх стал, как у собаки практически. То есть я очень сильные запахи начал ощущать. Но очистилась молот-харачагра, и запахи, они стали… И я начал различать людей по запаху буквально. То есть ко мне подходит человек, я чувствую запах, я понимаю, что это за человек. То есть что бы он ни говорил, мне уже все понятно с ним. Потому что его мотивации, они, как сказать, гормонами уже прописаны. Его слова, они будут короче. Я иду по этой улице, Петровка. И, соответственно, проходит та женщина, я понимаю, что изобрели духи второй чакры, для второй чакры. То есть чтобы самцы заметили эту самку. Это был 1994-й год. Вдумайтесь. То есть с 1994-го года парфюмерия, она с стомильными шагами. Я периодически чувствую, как девушки этими феромонами себя обрызгивают и думают, что это незаметно. А сейчас это продается действительно. Хочешь приручить любимого, побрызгай на себя феромонами, и он как зайка за тобой пойдет. Ну, возможно, да, кто-то их пойдет. Но это очень смешно. Мужские одеколоны производят сейчас именно такие. То есть вы даже, когда себя брызгаете, вы не понимаете, что это за аромат. На самом деле по чакрам все уже расписано. Да, вы? к сожалению. Если у вас есть возможность не вовлекаться очень жестко и накапливать опыт, лучше не вовлекайтесь и не накапливайте. Потому что момента моря, имейте в виду, вы можете умереть в любой момент. Не успеете, если вы отработаете все свои клеши, клеша, это вот индрия и клеша, это практически одно и то же. Вы плохо перевопотитесь. Ну, вот я говорю, там плохо перевопотитесь, как будто я вас пугаю. Действительно, я вас пугаю, потому что вы не понимаете, насколько это большая проблема перевопощения. То есть то, что вы имеете человеческое тело, то, что вы живете, у вас есть деньги приехать в Бутан. То есть вы в этой жизни, в принципе, наверное, хорошо даже живете. Мало кто себе это может позволить. Но я вас уверяю, когда вам придет пора уходить из этого мира, у вас будут большие проблемы. И, в принципе, этот тур, на который вы приехали, он может вам помочь. Не сейчас. Я прекрасно понимаю, что для большинства из вас, если вы интегрированы в социум, невозможно будет абстрагироваться. Но если вы хотя бы запомните частично то, что мы здесь будем практиковать и о чем разговариваем, то в будущем, возможно, вы сможете достичь хорошего результата и подготовиться в прямом смысле к перевопощению. если вернуться в протихаре, что мы должны сделать? Рассказали, концентрировали энергию. Собирать энергию. Дальше. И затем вы должны направлять в тону, ру, или энергия — это следствие. Сначала внимание. Где внимание, там энергия. Пожалуйста, запомните эту формулу. Все, куда вы обращаете свое внимание, вы туда передаете энергию. Если вы отвлекаете свое сознание от привычных объектов, то вы должны найти какие-то объекты, которые вам принесут благо от концентрации на них. Индии, брахманы, они иногда очень жестко относились к нуждающимся. Кастовая система, я вам просто расскажу, откуда она возникла, чтобы у вас понимание было. Она очень жесткая, особенно в современной Индии, это полная жесть. Как индусы относятся к тем же шудрам, бесчеловечно совершенно. Для них собаки в привилегированном положении находятся, чем шудры. Видел много раз своими глазами. Образовалось вот почему. Представьте какой-то купец, у которого есть какие-то активы, но который по своей глупости не смог правильно этими активами распорядиться. То при своем следующем переопощении он переопатится, если ему повезет, в человека у него будет человеческое существо, оболочка, но он будет полностью бедный, потому что в своей жизни этот активист он тянул только к себе. А ведь, понимаете, во Вселенной все взаимосвязано. Если ты тянешь к себе, то на определенном этапе у тебя должна появиться обратная ситуация, и у тебя все будут забирать. Это хорошо, если в этой жизни у тебя случится, у тебя заберут, и ты как бы нормально сможешь уйти. В противном случае в следующей жизни будет плохо. и переобращаются шудрами чаще всего те, кто были жадными в своих предыдущих жизнях. А брахманы, входя в самадхи, они могли это понять. Почему этот человек имеет такое тело? Почему он имеет больное тело? Как он накачачил прошлой жизни, что будучи ребенком, он уже больной? Поэтому они очень жестко относились, они никогда не помогали им. Они им давали трудную работу для того, чтобы они могли исправить эту кармическую ситуацию. Понимаете? Конечно, когда перед вами больной ребенок, очень сложно заставить его работать. А они это делали. А греки просто выкидывали все скалы? Я думаю, что это не греки, это определенное ответвление. греков. Потому что везде есть люди человечные, которые будут помогать. Я не считаю, что выкидывать со скалы это нормально. Потому что те, кто выкидывают со скалы, они 100% родятся тем, кого будут выкидывать. И вот сколько раз он выкидывал, столько его будет выкидывать. Абсурдная ситуация. Потому что закон Карм, он, к сожалению, по-своему смотрит на реальность. Ребят, давайте так. На самом деле мы встретились по поводу протихары. Но у нас такая жизненная ситуация, что приходится все это странно рассказывать, чтобы вы поняли. Йога, она интегрирована в социальные процессы. На самом деле я хотел даже вам другое рассказать. Но тоже о социальной жизни. А вот вы сказали, что в современном обществе, в социуме, будучи интегрированными очень сильно все люди практически в социум, невозможно свои игры собрать и как-то отсечь свои привязанности, хорошо проработать их. Но есть такие мероприятия, как при пасан, например, или тоже йога-лагерь, когда действительно есть возможность отойти от всех этих социальных зацепок и какой-то сущностный опыт в йоге получить и потом уже расширить ожидать славости. Да, согласен. Все слышали, о чем Настя говорила? То есть есть мероприятия, даже вот этот тур вы вернетесь немножко другим человеком. Вам гораздо легче будет уже осознать, какие привычки над вами доминировали. И возможно на определенном этапе даже попробовать эти привычки каким-то образом. Но обычно как происходит. Вот есть привычка, хорошо, она занимает 70% моего внимания. Как сделать так, чтобы сократить до 30%? Вы будете искать инструменты, как сократить потерю энергии в том или ином ракурсе, как ее перенаправить. Возможно, йогой займетесь наконец более глубинной, возможно. У всех по-разному будет. Как ли хатха-йога может гармонизировать энергию? Кроме хатха-йоги? Все, что угодно. Хатха-йога основной акцент делает на положении тела в пространстве. Изменяя положение тела в пространстве, вы влияете на энергию. Энергия, теча по каналам необычным образом, изменяет работу сознания. Если кто-то из вас уже занимался, вы же знаете, вы в зал заходите в одном состоянии сознания, выходите из зала в другом состоянии сознания. Обращали мы? Нет? То есть... Как таблетка становится. Как? Таблетка. Ты понимаешь, что, допустим, если что-то не так... Да, это стимулятор. Да, и это прямо в сознании. Это неплохо. Лучше уж такую таблетку использовать с минимальными потерями для социальной среды. Потому что, когда вы стоите на коврике, никто не страдает. Это так. То есть, страдает только ваше эго или ваше индрии, которое вы в момент нахождения на коврик никуда не выплескиваете. Ведь если вы более-менее адекватно занимаете, вы знаете, в момент асаны нужно наблюдать хотя бы сам процесс выполнения этой асаны, а не где-то летать. Но я понимаю, что это сложно, но йога помогает, мантры очень хорошо помогают. Причем мантры помогают не только вам на уровне энергии проработать, а установить одну связь, очень толковую. Представьте, что существует какая-то черта потенциальной направленности переоплощения человека. Человек, который находится около черты, чем более эмоциональный он, тем больше у него будет этот график. То есть, взлеты и падения будут больше и больше. Чем дольше он будет заниматься йогой, тем эти всплески будут меньше. То есть, как взлеты будут меньше в какие-то индрии, так и спуски будут. И они уже живут более спокойно. Это, знаете, стабильно. Вот хорошее слово. Они живут более стабильно и осознанно. И когда вы начинаете заниматься мантрами, то вы, находясь в этой реальности, думаете, что это вы занимаетесь мантрой. В действительности, если посмотреть шире гораздо на множество переоплощений, вы лишь подключаетесь к своей собственной сути, ни к какому-то там эгрегору, которые эту мантру используют из жизни в жизнь. Почему, допустим, люди выбирают какую-то одну мантру на каком-то промежутке времени? Если вы сможете выйти на какой-то уровень, то вы лишь подключаетесь к тому каналу, которым вы занимаетесь, возможно, не одну жизнь. И вот почему люди выбирают кришнаиты, кришнаизм, христиане, христианство, мосульмане, мосульманство, йоги, мантром? Потому что они в своих прошлых жизнях этим занимались, и на этом у них уже есть определенные зацепки. То есть занимаясь чем-то подобным, они чувствуют в этом какую-то отдачу. Если вы сможете на уровне мантры ОМ найти отдачу для себя, я вас уверяю, вы не пожалеете никогда. Я не встречал людей, которые, читав мантру ОМ, сходили с ума или становились несчастными. Вот честно вам скажу, не встречал. Если бы я встретил, я бы вам честно сказал, я бы встречал. Потому что у меня вводить вас в иллюзию нет никакого резона совершенно. Потому что это самый худший вариант кого-то вводить в иллюзию, потому что это же иллюзия, тебя потом и вернется. Ответил на ваш вопрос? Хатха-йога, мантры, пранаямы в меньшей степени, потому что прежде чем пранаямы, к пранаямам переходите вам, желательно уже базу освоить. Вы затронули, что вредные привязанности упомянули. У меня есть знакомые. Как кроме этого порекомендовать направить свою энергию куда еще люди могут? У них не со зрелища в биологии, ко всем этим вещам. Правильное питание хотя бы. Правильное питание. Попробуйте их научить здорово питаться. Правильно питаться. Потом начинайте рассказывать об алкоголе. Тоже многих отрезвляет. Это ваша социальная миссия будет, грубо говоря. Потому что алкоголики, которые живут вокруг, они приносят огромное количество бед, поверьте. То есть люди, которые зависимы, они, к сожалению, столько горя приносят. Это просто кошмар. Если люди хотят слушать, например, право, как можно. Вода камень точит, поверьте. Вот чем больше будет людей на их пути находиться, которым будет говорить о их вредной привычке, тем раньше они задумываются об этой теме. Если их оставить как есть, пусть катится по наклону, и куда катится, он докатится до определенного места, откуда он уже не выкатится. Поэтому проявлять определенное... Хотя, с другой стороны, приведу вам пример. Я однажды смолодушничал. Очень яркий пример для меня это был, но я думаю, что вы поймете хорошо, это было 31 декабря, и мне нужно было поехать в магазин, закупить какие-то товары или какие-то продукты. у нас начинается большое мероприятие. К поселению съезжаются люди, и там мы 10 дней будем заниматься ретритом. Я поехал в магазин, что-то нужно было купить, и стою в очереди. За мной стоит два человека, и они разговаривают на тему алкоголя. Молодые ребята, то есть, девушка и парень, они покупают алкоголь. А нет, они просто покупают. Там стоит витрина, на которой они выбирают алкоголь, тот или нет. За моей спиной все происходит, я все слышу. Как девушка говорит одно, парень другое, а я стою с легкой температурой уже, то есть, такой полуживой, полубольной, и у меня выбор. Вот сейчас ко мне, допустим, приедет, не знаю, 30 человек на мой семинар. Если я сейчас поговорю с этими ребятами, я, конечно, потрачу определенное количество энергии, они это не поймут, скорее всего, все равно, но я, по крайней мере, выполню свой социальный долг, то есть, не проявлю равнодушия. И я уже собрался было поворачиваться, и им рассказывать, что ребята, не губите себя, порекомендовать им посмотреть лекции Жданова и так далее, ну, провести вот такую разительную работу. И в этот момент, вот буквально за секунду того, как мне поворачиваться, подходит третий человек к этой группе, то есть, их, оказывается, трое было. А этот третий был, он уже полностью упитый, пропитый, и он говорит, о, там, все, сейчас там купим, вот так на повышенных тонах начинает им там впаривать там какой-то алкогольный продукт. Я понимаю, что, если бы я повернулся на две секунды раньше, не могли еще услышать, но уже поздно, то есть, у меня не хватит, я просто еще, я был больной тогда, с температурой стоял, то есть, уже энергии просто не было, передавить его возбужденную алкоголем энергию. И я, грубо говоря, смолодушничал. Но я обычно, когда такие поступки малодушные делаю, я стараюсь что-то другое сделать, чтобы, так сказать, Вселенная не посчитала меня эгоистом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!